на таких консультациях я помогаю вам сохранить деньги всем привет сегодня рассказ про то как выбрать большую квартиру из множества предложений для семьи с ребенком поехали смотреть но прежде подпишись на канал сейчас друзья я вам расскажу на этом примере как я помогаю выбрать квартиру из множества различных понимаете это же целая дилемма вот рынок екатеринбурга вот есть много разных жека в них квартиры где выбрать понимаете вроде здесь 100 метров здесь 100 тут вот все одинаковые вот шесть вариантов и как определиться такую помощь я тоже оказываю и вот собственно вам и показываю как это происходит мне присылают 6 вариантов планировки вот они их прислали и написали иван пожалуйста помоги выбрать у нас семья ребенок и в будущем возможно будет еще один это первое вводное второе работаем из дома то есть нужен кабинет третье нужно большое пространство общее где мы будем проводить время с семьей друзьями конечно же нужно много мест хранения постирочное желательно отдельно но вы сами знаете когда дети стирки много знаете ли поэтому должно быть все удобно и комфортно казалось бы площадь везде одинаковая везде есть кухня-гостиная везде есть две спальни ну чего сложного выбрать но оказывается сложности есть эти сложности возникнут когда вы начнете планировать это пространство и окажется что у вас не хватает места под шкаф прихожей нету постирочной не предусмотрены хранения в спальне в каких-то вариантах вообще мастер спальне нет где-то кухня гостиная маленькая и окажется что не влазит например остров а очень бы хотелось потому что знаете ли готовка дома это же такая тема это же семейная скрепа вокруг острова мы можем собраться вместе готовить детей приучать к общественному полезному делу понимаете обсуждать что-то за ним вокруг него вечеринки прикольно проводить ну и так далее поэтому для кого-то кухонная тема очень важна и кухня должна быть большой и просторной для кого нет для того я предлагаю другие варианты вот посмотрите по ссылке буквально на днях я снял ролик про то как сделал квартиру для холостяка который дома не готовит вообще ничего понимаете там другая история но конкретно здесь кухня важно и так как я провожу свой отбор первое на что я смотрю это общее пространство общее пространство начинается с входной группы то есть прихожей прихожая должна быть просторной и обособленной и в ней должно быть достаточно мест хранения в некоторых вариантах сразу же видно что про хранение как-то подумали не очень хорошо например вот в этой планировке прихожая вроде бы достаточно большого размера но тот шкаф который предлагается он что-то около двух метров в ширину что такое два метра в ширину да вы можете легко это сами узнать подойдите к своему шкафу и померите рулеткой сколько у вас на висит верхней одежды потом сходите в шкафы в комнатах или на балконах где у вас остальная верхняя одежда висит и вы поймете сколько вам надо по ширине шкафа для верхней одежды а еще будет обувь шарфы и шапки то есть много всего по моим наблюдениям для одного человека нужен метр ширина вот ширина шкафа метр чтобы его верхняя одежда влазила снизу обувь и еще где-то отдельно нужно предусмотреть места под сумки шапки и шарфы я напоминаю эта семья из трех человек значит три метра надо шкафов а здесь всего лишь два куда оставшуюся носить одежду непонятно но это как пример я вам показываю а в этом варианте наоборот все прекрасно посмотрите вот в этом варианте видите вот огромный огромный прямо гардероб при входе сразу пошли огромный гардероб это сразу плюс сразу же плюс то есть сразу планировка как бы поднимается в рейтинге да следующее на что я обращаю внимание это кухня гостиная она должна быть большой и просторный вот в этом варианте вот в этой планировке то есть здесь общее пространство то есть кухня гостиная очень маленькая буквально 20 метров квадратных о чем это говорит да ровно о том что влезет очень маленькая кухня очень маленькая то что такое маленькая кухня холодильник варочная поверхность и раковина и между ними расстояние буквально 60 сантиметров или даже полметра и все это мало куда технику поставите а где место чтобы развернуться для готовки остров сюда попросту не влазит только стол отдельно стоящие и диван с креслом и телевизором все то есть этого мало то есть например вот эта планировка она сразу же может так сказать быть отвергнута ну ее я и отверг идем дальше следующая планировка кухня гостиная самая классная здесь 50 квадратных метров она просто огромная и великолепное остекление по двум сторонам сразу же бросается в глаза плюс это та же самая планировка в которой огромный гардероб при входе это просто великолепно для больших тусовок когда собираются гости здесь просто есть где развернулся много воздуха света но есть другая особенность здесь нету комнаты для ребенка вместо нее есть гардероб ну можно подумать кстати говоря что вместо этого гардероба сделать бы детскую я сначала так и подумал тогда сразу же возникает вопрос а куда поставить шкаф в этой спальне просто некуда здесь вход в ванную здесь вход в комнату остается дальняя стена но расстояние от кровати до стены недостаточно чтобы поставить шкаф нормальный полноценный и спокойно ходить потом между кроватью и шкафом понимаете это вопрос эргономики и вот здесь этот вопрос эргономики не проходит вот поэтому эта планировка к сожалению тоже не годится конкретно под запросы той семьи которая ко мне обратилась следующая планировка которую я смотрю она перед вами здесь кажется вроде бы достаточно большая кухня гостиная в ней три окна с двух сторон это великолепно здесь вроде бы как помещается вся мебель которую мы хотим вот я ее буквально накидал это кухонный гарнитур остался от застройщика что не понравилось мне то что из прихожей мы слишком далеко идем в общую зону понимаете то есть мы должны пройти через длинный кривой узкий коридор прежде чем попадем в красивое большое пространство ну я не знаю это все равно что представьте вы зашли в какой-то старый офисный центр и идете по коридору прежде чем зайдете кому-то в кабинет идти по коридору так себе удовольствие а я напоминаю это все-таки жилое пространство и у нас со входа должна квартира постепенно раскрываться как постепенно сначала прихожая хорошая красивая нарядная всегда об этом говорю а потом сразу зал в этом варианте нет это коридор то есть мы идем через длинный коридор мимо спален прежде чем дойдем до кухни гостиной это огромный минус этой планировки хотя здесь есть мастер спальня есть хорошее прихожая но вот видите такой нюанс виде коридора делает большой минус этой планировки и она так сказать уходит уходит из нашего поля зрения итак остается три варианта это вот к слову сказать как клевер парк это ленина 8 это александровский сад глядя на эти три планировки нам нужно определить какая лучше какая хуже ну и проще всего найти ту у которой больше всего недостатков среди этих трех планировок такая это вот именно вот это и сейчас объясню почему если вы посмотрите на конфигурацию квартиры то вы увидите очень много углов она как будто вся какая-то немножко переломанная что ли а из-за этого внутри комнат будет очень много углов которые выдается прямо внутри пространства любой угол который выдается внутри комнаты это такой знаете точка напряжения я бы так сказал ну никому не комфортно когда в него тычут чем-то острым а здесь у вас целый угол ну так это чисто психологически поэтому любые углы это не есть хорошо тут этих углов слишком много в прихожей спальне 1 спальне во второй поэтому мне эта планировка кажется не очень интересной с точки зрения будущего дизайна хотя здесь есть мастер спальне с ней что-то можно по придумывать есть две комнаты жилых одна кабинет другая детская и есть большое квадратное пространство при этом не очень много окон в большом пространстве в в общей гостиной видите большое широкое окно и узкое окно да то есть вот есть некий минус то есть либо с двух сторон окна либо с одной стороны окна конечно лучше когда с двух и плюс еще что здесь мне не очень понравилось это квадратная кухня-гостиная я всегда говорю что лучше всего когда кухня-гостиная вытянутая то есть прямоугольная по этому поводу у меня есть записанное видео посмотрите перейдите по ссылке на этом примере расскажу лишь всего вот что из-за того что форма квадратная кухонный гарнитур с островом поставить не получается но некуда его просто ставить вдоль стены вытягивается кухня а это значит мы от одного края до другого вынуждены бегать перед кухни остров мы не поставим потому что не влезет диван диван стоит на таком расстоянии от телевизора что его более менее комфортно смотреть если придвинуть ближе диван то но вплотную уже получается и это плохо для глаз неудобно соответственно все не влез остров мы можем лишь поставить барную стоечку сюда ну какую-то узенькую можно стульчики представить обеденный стол стоит как бы с краешку немножко и для того чтобы он вообще здесь поместился я предложил лавочку поставить есть такие классные варианты когда не стулья а лавка вдоль стены это экономит пространство кстати тоже берите на вооружение это я подглядел у французов они очень любят в своих небольших комнатах использовать такой прием какая-то будет лавочка это уже вопрос дизайна здесь важна сама логика сам смысл того что мы предполагаем в будущем здесь сделать короче говоря набор этих факторов мне не очень показался симпатичным поэтому эту планировку я тоже отмел и передо мной остались два варианта это ленина 8 и александровский сад собственно говоря между которыми пошел так сказать основной спор смотрите александровский сад очень интересный вариант и логичное расположение комнат во первых есть понятная прихожая здесь есть один шкаф второй шкаф и можно саму прихожую чуть пошире сделать за счет того что передвинуть перегородку напротив находятся две комнаты одна из них детская вторая кабинет кабинет это неплохо что недалеко от входа находится на самом деле вдруг сослуживцы пришли дальше в одну сторону попадешь в кухню-гостиную попадешь в другую сторону в мастер-спальню попадешь мастер-спальня нормальная полноценно еще и с балконом для многих это может быть огромным плюсом кстати говоря когда в спальне балкон и спальне есть вход в свою собственную гардеробную и в свою душевую есть вторая ванная она же является детская она же гостевым санузлом и какой огромный плюс отдельная постирочная это реально огромный плюс и его продумали именно вот в жк александровский сад потому что если посмотреть вообще квартиры от других застройщиков то мы очень редко увидим отдельные постирочные то есть это прямо беда какая-то почему-то никто их не делает поэтому нам дизайнерам приходится находить места выгораживать в квартирах какие-то уголки чтобы туда расположить стиральную машину сушильную машину гладилку уборочный инвентарь химию корзину с бельем ну и так далее а здесь это уже предусмотрено огромный плюс но и общее пространство она здесь достаточно большое чтобы расположить кухню и конфигурация здесь таковая что кухню можно поставить очень интересным образом то есть вместо классического кухонного гарнитура который можно было бы просто вдоль стены поставить кстати говоря вот просто вот по прямой и пожалуйста вот кухня я решил кухню скрыть и вместо кухонного гарнитура поставить один остров вот он вот этот вот остров здесь ты прямо посередине за ним ничего нету есть в нише только спрятанный холодильник и колонна с духовым шкафом вот поэтому вокруг острова мы можем ходить готовить кто-то может сказать что мало мест для хранения я скажу ничего подобного потому что остров большой со всех сторон это ящики и тумбы в которых мы храним все необходимое как отводить воду очень просто мы поднимаем эту зону на подиум чуть-чуть и внутри подиума уводим воду от этого острова вот такой интересный вариант но еще интереснее вариант это ленина 8 просто потому что здесь кухня гостиная имеет больше окон и она того самого вытянутого размера про который я говорил который позволяет поставить кухню и вдоль стены и отдельно остров и недалеко от него стол обеденный дальше мягкую зону телевизор все что полагается окна с трех сторон и это прямо великолепно гостиная находится прямо напротив входа прихожая обособлена с большим шкафом здесь из прихожей есть вход в одну комнату из которой можно запросто сделать детскую например далее проходя по коридору мы можем попасть в кабинет здесь же вход в ванную она кстати 6 квадратных метров это прекрасно но и мастер спальня здесь кровать гардеробная и душевая и опять же и спальне мы можем попасть на балкон таким образом мы получаем два претендента один эта квартира на ленина 8 со своими плюсами и минусами планировка и другой претендент это александровский сад опять же со своими плюсами и минусами заказчику остается выбрать лишь тот жилой комплекс который ему кажется наиболее симпатичен по месту расположению то есть локация потому набору услуг которые там находятся по архитектуре по местам общего пользования по дворовому пространству и по окружению которых находится вокруг этих жилых комплексов но обе планировки подходят с ними можно дальше работать из них получится сделать красивое пространство великолепный дизайн и вот таким образом на таких консультациях я помогаю вам сохранить деньги потому что если бы вы например купили вот эту прекрасную квартиру она безусловно прекрасная но для другой семьи для другого состава и для других потребностей понимаете вот конкретно в нашем случае она просто не подходит и если бы ее купили то люди бы сначала порадовались а потом бы начали грустить потому что все хотелки которые они бы желали здесь видеть они просто не помещаются и те там 20 миллионов или 25 сколько сейчас стоит квартиры они бы потратили но не сказать что впустую но как бы наверное было бы обидно что денег много а результат не тот который ожидали поэтому как раз таки консультация здесь вам я оказываю помощь и в том числе чтобы правильно потратить ваши деньги вот поэтому пользуйтесь ребята напишите в комментариях что думаете по этому поводу обязательно поставьте лайк нажмите на колокольчик и конечно подпишитесь на канал на этом все всем пока да прибудет с вами муза выбирайте правильные красивые удобные квартиры всем пока ну и в и Субтитры подогнал «Симон»